Бывает сидишь ночами, потому что днем учеба, вечером работа. Сидишь ночами, готовишься, учишь. В принципе, я успеваю. Точнее, приходится успевать ради небольшого, но приятного бонуса в конце месяца. Обычная стипендия хорошиста в Вологодском госуниверситете примерно 4000 рублей. Сумма невелика, делится Мария, но прожить можно, если затянуть ремень потуже. Когда просто учеба, так это в основном за жилье заплатишь и вся стипендия уходит. На еду в месяц, наверное, тысяч пять, может, тратишь. Вот так вот. Но там уже, естественно, родители помогают. Поправить материальное положение студентов решил один из депутатов Государственной думы. На днях он предложил увеличить размер стипендий до уровня прожиточного минимума. По словам народного избранника, щедрая прибавка станет не только стимулом к успехам в учебе, но и средством поддержания достойного уровня жизни. Прожиточный минимум на Вологодщине на душу населения составляет в среднем 10 тысяч. Чтобы дойти до него, стипендии студента придется увеличить как минимум в три раза. У многих экспертов это вызывает большие сомнения. Вряд ли такое возможно в сложившейся экономической ситуации, когда и минимальный размер оплаты труда чуть больше пяти тысяч. Впрочем, некоторые студенты и сейчас получают гораздо больше тех, кто работает за минималку, рассказывают в руководстве ВОГУ. Во-первых, с этого года стипендии проиндексировали на 5,5%, увеличив сумму в среднем на 500 рублей. Во-вторых, за старания в учебе и активную общественную деятельность учащимся полагается материальное вознаграждение. Так, Павлу, участнику городских, областных, всероссийских проектов и международных конференций, на стипендию жаловаться не приходится. Приходилось работать, работал в разных местах. В общественном питании официантом, дальше охранником. Но, конечно, когда узнал, что можно получить повышенную стипендию, стал заниматься общественной деятельностью и научной. Теперь стипендия примерно 20 тысяч научная. Государство, конечно, обеспечивает в определенной степени процесс обучения студентов, потому что выдаются разного вида стипендий. Сегодня у нас в университете где-то 12 вида стипендий сегодня присутствуют. И среди них есть стипендии повышенные академические, порядка от 12 до 15 тысяч рублей. Таких у нас 200 студентов получают такую стипендию. Новость о повышении стипендий в два, то и в три раза студентов, конечно, порадовала. Но в университете считают, что острой необходимости в этом, пожалуй, нет. Да и согласно официальным документам, в ближайшее время кардинальных изменений не предвидится. Письмо, которое мы получили из министерства, там нам планируют на 15, 16, 17 год увеличение стипендиального фонда только на 5,5%. Как раз за эти три года в правительстве страны планируют решить вопрос об увеличении минимального размера оплаты труда. Ведь только тогда и можно будет вести речь о стипендиях, равных прожиточному минимуму. Алена Шипилова, Василий Попурин. Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова